В эфире передача «Грани современности» и я, ее ведущая, Тамара Волкова. Сегодняшняя наша гостья — это предприниматель, идейный вдохновитель и соавтор. Книга, которая появится в этом году, — это биографический роман-эссе о жизни Киану Ривза, Евгения Сихимбаева. Здравствуй, Евгения. Привет, Тамара. Очень рада, что получилось найти время и приехать в Санкт-Петербург. И, наконец-то, мы можем поговорить об этой очень интересной теме. Благодарю за приглашение. Я всегда рада бывать в вашем городе. Ну и тем более я вообще не просто так собиралась, а я собиралась приехать к своим старым друзьям, к ведущим программы. И я хотела бы подарить небольшой презент в этой связи от моей страны и вашей стране, и вашему радио, и вашей программе. Прям даже интересно, что же там. Я открываю? Да. Так, ну на самом деле вообще за всю историю эфиров подарки мы получаем в первый раз. О, отлично. Отлично. Вау. Да, я подумала, что к вам приходят гости. Так, это сервиз. Да. Это фарфоровая уникальная коллекция, которая... Ничего себе. Да, была расписана вручную. И я думаю, что она очень элегантна, красива, так же, как все ведущие программы. Да, очень спасибо большое за такой подарок. Действительно, он такой... Это же даже, вот я вижу, восточные орнаменты. Да, и вот здесь на нём нарисованы как раз-таки национальные украшения. Это браслеты, серьги, это украшение для волос, когда в конце косы есть такое украшение, как шёлпа. И когда идёт девушка, у неё на косе звенит это украшение. И поскольку все ведущие девушки, я решила, что такой подарок был бы очень кстати. Спасибо, обязательно будем пользоваться. Спасибо вам. Очень приятно. Ну что ж, тогда давайте скорее раскроем все карты о предстоящем проекте, о выпуске книги. Расскажите историю, с чего вообще всё началось и почему. Давайте я пока его уберу в сторону, чтобы он вам не мешал. Спасибо большое, что вы сделали своё восхищение. Я рада, что он вам понравился. Да, действительно, предстоящий проект — это выпуск книги. Киану Ривз «Неоконченный портрет. Часть 1». Он писался почти три года. То есть я не могу сказать, что мы быстро это сделали. И это только часть 1. Вообще мы планируем 4 части. Раскрой, небольшой секрет. Да. И этот проект делается в соавторстве с одним из российских писателей. Причём формально этот человек писателем не был. Как всё получилось? Вот если вкратце. В 2014 году, в январе, я пошла смотреть фильм с Киану Ривзом в главной роли. «47 Ронина». Так. Я пошла на него в 10 утра, в понедельник. Я посмотрела на свою дочь. Так, открываю дверь в машину. И знаете, чувствую, я так не хочу ехать на работу. Поворачиваюсь к дочери. А ей было 6 лет тогда примерно. Говорю, доча, давай никуда не пойдём. На работу не пойдём, в школу не пойдём. Пойдём в кино. И она закричала «Да!» Ещё бы, в понедельник. Да. И мы с ней убежали отовсюду. И примерно в 11 утра мы были в одном из кинозалов нашей страны. И вы знаете, первый фильм, который был в зале, в который я хотела попасть, это был фильм «47 Ронина». Я подумала, ну, окей. То есть я как бы спокойно относилась. Когда мы пришли на фильм, посмотрели его. Доча бегала всё время маленько. Я была одна во всём кинозале. Это был такой вип-зал, удобный. Я хорошо в нём расположилась. И в самом конце есть фраза в этом фильме. «Я буду искать тебе 10 тысяч лет, тысячу жизней, пока не найду». И в этот момент, когда он сказал эту фразу, Киану Ривз, у меня что-то произошло, понимаете? Прямо… Я не знаю, как это объяснить. До сих пор не могу понять толком, что это было. И эти ощущения были впервые в моей жизни такие, знаете, необычные. Я подумала, я должна в этом разобраться. И начала исследовать, кто такой Киану Ривз. То есть это было первое знакомство с его творчеством? Нет, я смотрела его фильмы раньше, но ничего меня так не волновало. И никаких особенностей. Ну, я просто, ну, мужчина, ну, интересный, высокий. Ну, много актёров, знаете ли, в Голливуде. Мужчин высоких, интересных, красивых даже. То есть я спокойно. «Матрицу» смотрела, ещё что-то смотрела. Я спокойно относилась. А тут вдруг на этой фразе что-то у меня происходит. Такое в теле даже необычное. Где-то вот в районе сердца. Я очень удивилась, даже где-то напугалась. Даже напугалась, потому что это произошло очень неожиданно. Представьте, в тёмном зале один маленький мой ребёнок со мной. А у меня прям буквально там, ну, я не знаю, что ли на генном уровне что-то происходит. В общем, я буквально тут же, может быть, там вечером или на следующий день, я стала искать в интернете информацию о нём. Когда родился, как зовут, ну, как-то более подробно, да. То есть не просто Киану Ривз, а Киану Чарльз Ривз, оказывается, да. То есть какие-то нюансы. И когда я искала информацию о нём, эти ощущения повторялись. То есть я просматриваю ролик, и у меня чик-чик, вот ощущение в сердце что-то происходит. Я думаю, ой, что со мной? Что-то со мной происходит вообще не то. То есть какие-то вот реально необычные очень ощущения, да. И вы знаете, я поняла также, что информации о Киану Ривз на самом деле в интернете не так много. И даже если она есть, она какая-то противоречивая. Например, вот это его цитата, допустим. Потом я встречаю эту цитату вот с таким дополнением. Потом думаю, так, ну ладно, может быть, не всё процитировали. Потом встречаю эту цитату, полностью изменённую, только смысл сохранённую другими словами. Это как-то странно, правда? И я сталкивалась с подобным постоянно, с подобным явлением. Меня это немножко напрягало, потому что я думала, так, а он это всё-таки говорил или нет? А вот это? А это о нём правда или это правда? И я была, знаете, просто в каком-то замешательстве. В итоге, кто этот человек? Ну реально, я не знала. В общем, в конечном итоге я стала членом большинства его фанатов, фанских групп, где его любить, те, кто его уважает, его поклонники, фанаты, admirers, да, где они сосредоточены. Я хотела узнать больше информации, но только настоящей, о нём. Так. И там царил тоже беспорядок в отношении того, что же, в конце концов, океану Ривзе известно. Я узнала, что он не находится в социальных сетях. То есть его нет в соцсетях, он не зарегистрирован, и, соответственно, я не могу у него спросить, знаете, вот реально, вот это ваши вообще слова. То есть я хотела сделать выводы об этом человеке. И вот однажды, уже отчаявшись найти правду, а я не хотела строить понимание о человеке на противоречивых данных, мне хотелось узнать подробно, по-настоящему, пусть чуть-чуть, но вот я знаю, что это, это, это правда. Всё. Вдруг я встречаю комментарии от одного и того же человека, в которых очень подробно, с датами, с чёткими ссылками на конкретные источники, когда он это сказал, в каком же интервью, в каком журнале, и я встречаю такие комментарии. И один и тот же человек их делает. И у меня рождается идея. Вот всё интернет-пространство, наполненное сейчас непонятно какими данными о Киану Ривзе, просто нуждается в том, чтобы наконец-то было ясно, почему именно Киану Ривз. Ну, он звезда, согласитесь. Мало найдётся людей в мире, которые не знают, кто этот человек. Конечно. Да, потому что его творчество очень сильно влияет на мир. И, как мы знаем, как мы помним, очень многие фильмы просто эпические фильмы. Тот же «Маленький Будда», «Та же Матрица», «Константин», многие-многие другие фильмы, «Адвокат дьявола», «Дом у озера». Они оказывали влияние на целые поколения людей. Ну, Киану Ривз всегда скромничает, говоря о том, что не только я. Да, конечно, сценаристы, режиссёры, каждый, кто принимает участие в создании фильма, важен однозначно. Но он как олицетворение всего фильма всё-таки получается в итоге. Главные роли, кто играл. Так обычно люди воспринимают, согласитесь? Вот, поэтому я написала человеку, который делал эти посты. Я сказала, вы знаете, вот мне очень нравится то, как вы пишете. Во-первых, вы пишете очень красиво, и вы такие интересные, хорошие, такие интересные слова подбираете. Это не просто там он родился, а у вас какой-то свой стиль своеобразный. И я сказала, а могли бы вы… Давайте вообще напишем книгу. Так, очень так смело. Да. Говорю, я хочу, чтобы это была книга. История его жизни, где максимально подробно будет написано, где, что, когда, почему. И в первую очередь о его творчестве. Я правильно понимаю, что такой книги вообще никто никогда не сдавал? Я искала данные об этом, и вы задаете великолепный вопрос, потому что логично предположить, а вдруг такая книга есть. Так. Я посмотрела, я нашла одну книгу, в которой говорится о биографике Анри Визона. Она была написана давно. Да. Я подумала, ну, давно не считается. Ведь за это время много воды утекло, и много новых получилось данных. Он в каких-то новых фильмах принимал участие и так далее. Он сам изменился как человек, где это возможно. То есть рос какие-то новые сознания. Потому что, понимаете, вот мой второй, мой соавтор, который, в принципе, и писал эту книгу, ведь этот человек принял моё предложение, что самое интересное. И этот человек и писал текст, потому что я не знаю эти данные, понимаете. Я сама была первым читателем, мне было жутко интересно. Эта книга читается очень-очень интересно. Она наполнена историями из жизни и историями, связанными с конкретным фильмом. Потому что ведь Киану Ривз проживал каждого своего героя. Для того он как бы становился этим человеком на время. А в жизни у него происходило что-то своё. И в итоге он не мог где-то в фильме не отразить это. То есть мы же живые люди, и он тоже живой человек прежде всего. В общем, мы написали в итоге, точнее, как мы написали мой соавтор, за что я бесконечно благодарна. Но мы консультировались друг с другом, мы обсуждали, как лучше, стоит ли вот так или, может быть, вот так. Но в целом я сказала, вы знаете, то, как вы пишете, просто вау. Я была в таком восторге. Я сама по себе человек довольно-таки критичный, на мой взгляд, да. То есть я могу сказать, знаете, вот это мне не нравится. Ну, честно, честно, очень честно, и могу сказать такое. Но то, что я читала, это было настолько самобытно, это было настолько искренне, что я подумала, я не хочу ничего здесь менять. Минимально-минимально. Но моя роль как редактора сохранялась. Я редактировала в итоге. Но эта роль настолько миним... Я специально хотела это оставить самобытным, оставить это оригинально, вот как было, чтобы не менять слишком сильно суть, потому что человек сердцем писал. Я хотела это оставить. Мне кажется, вот так и удалось оставить. Вот в итоге мы подготовили часть 1. Так. Она уже полностью готова для издания. Сейчас идёт верстка книги. Так. Да. Значит, будет издаваться она в Лондоне. Одним из очень интересных издательств, которые специализируются на выпуске книг в области искусства. И я заметила, что у них очень разнообразный выбор авторов. И вот это лондонское издательство... Я познакомилась с... Ну, я вообще непосредственно являюсь членом этой евразийской творческой гильдии. Одна из моих компаний выиграла конкурс в этой гильдии. И мы в итоге стали дружить, общаться. И потом, когда возник вопрос, где нам публиковаться, я посмотрела и подумала, так вот же, вот где нам публиковаться. Обратилась к одному из учредителей, он сказал, Евгения, ну вообще с удовольствием мы примем вашу книгу, будем её делать. В итоге мы её перевели... Ничего себе, то есть всё уже почти готово. Да. Мы поставили... Как касательно иллюстраций. Разрешите, я вам тоже об этом расскажу. Так. То есть мы не просто текст подготовили, да, а мы также подготовили очень интересные иллюстрации. Причём, на мой взгляд, ну аналогов самой идеи нет. И она пришла очень необычно. То есть у меня есть подруга, которая создаёт великолепные интерьеры. Для дома, да. И я всё время листала в Инстаграме или на Фейсбуке, когда вот листаешь ленту. Нет-нет, я видела, что она очень красиво делает. Я подумала, когда-нибудь я закажу ей интерьер. Вы знаете, но получилось по-другому. Когда пришёл момент, ну и как мы оформим книгу? Мне хотелось, чтобы это тоже было необычно. Оформление книги в итоге – это как будто ты путешествуешь по дому. Где-то комната – это спальня, где-то это зал, где-то это что-то другое, как гостиная, предположим. И этот интерьер создан вот как раз-таки этой моей подругой. И в этом интерьере в каждом висит картина. Так. И каждая картина была написана кем-либо из наших художников, либо казахстанских, либо других стран. Но суть такая, что очень многие писали даже под конкретную главу книги. И сколько таких картин? Дай бог, в памяти, 7 или 8. Либо картина настолько подходила, что я её просто брала и… В общем, эти художники будут упомянуты в книге. И дизайнер интерьера упомянут в книге. Но и это ещё не всё. Кроме всего прочего, каждой из иллюстраций стихи, которые были написаны после того, как поэт прочитал книгу, и его имя тоже там упомянуто. То есть этот труд объединил очень много творческих людей и о другом творческом человеке сама книга. То есть, по идее, это такой, знаете, как такой гранёный алмаз, где каждый проявлял свой талант, какую-то свою способность. Ну, для меня лично эта книга была очень таким своеобразным проектом творческим, потому что я сама не ожидала, что, вы знаете, из просмотра фильма когда-то в тёмном кинозале небольшом, что прогул работы и школы может вылиться вот в такое интересное мероприятие. У меня даже есть такое ощущение, что это было не зря. Ну, вот реально. Ну, как так? Я прям собралась на работу, всё честно. Я очень ответственный человек, предприниматель, который не пропускает работу, совещания. И вдруг я взяла и прогуляла работу. Ну, вот такого со мной не случалось. А тут всё как будто бы было заранее запланировано. Действительно очень интересно. И размах вашего проекта прям вот впечатляет. Спасибо. Я так понимаю, что это сюрприз пока для самого Киану Ривза. Ну, вы знаете, я могу сказать, что Киану Ривз человек, который очень ценит privacy. То есть, я думаю, что вы знаете это слово, безусловно. Но если вдруг зрители не будут знать, это приватность, это личное пространство. Мы, граждане СНГ и бывшего Советского Союза, у нас проще к этому отношение. На самом деле. Вот моё мнение, да. Мы можем не слишком напрячься, если кто-то пришёл домой, гости, там, я не знаю, родители, друзья, кто прям домой в любое время дня и ночи, потому что соскучились. Да, у нас как-то так. В Америке, насколько я поняла, немножко по-другому. Люди более закрытые. Я не критикую или не говорю, что это плохо или хорошо. Это просто разница в менталитете, разница в понимании, разница в поведении. Он не знает об этой книге. Он о ней узнает. Это точно. Почему? Потому что мы направим экземпляр, как минимум один, ему в подарок. Ну, у него есть агент. У него есть агент. Я даже была в офисе его агента в 2016 году. Это проект уже был начат или ещё даже не было ничего? Вот этот проект был начат буквально сразу после. Да, потому что мы вообще с Кианом Ривзом видели друг друга дважды. Да, и как это произошло? Да, мы даже, можно сказать, общались. Ничего себе. Да, это было очень интересно, на мой взгляд, потому что получилось так. Киан Ривз выпускал книгу. То есть я в 2014 году, вот это всё со мной произошло на этой фразе, да. И я решила, ну что ж, нам надо просто познакомиться, пообщаться. И я решила, ну если у меня будет возможность с ним увидеться, я увижусь. А пока суть до дела. Я открыла группу Киану Ривз Ньюз на Фейсбуке и Ту Киану Виз Респект канал на Ютюбе. И мы переводили ролики, озвучивали и выкладывали. То есть его интервью очень многие даже на русском языке не существует, поэтому мы их переводили, выкладывали на этот канал. Где-то 28-30 роликов мы сделали. Полтора миллиона просмотров буквально в считанные месяцы. То есть я такая, ну как бы не то, что удивилась. Я обрадовалась. Но не придавала особо значения. То есть просто мне хотелось, чтобы люди больше информации из его уст слышали о нём же. Чтобы больше было порядка в интернете. То есть я взяла на себя, грубо говоря, роль человека, который наводит порядок. Такой пиар-менеджер Киану Ривза, внештатный, грубо говоря. На всё СНГ. На всё СНГ, да, и хотелось. Ну теперь на английском языке, поэтому и на весь мир мы, получается, будем. Не будем скромничать. Расширяем границы. Да, расширяем границы. Я думаю, что просто его фанаты за рубежом точно так же столкнулись с той же самой проблемой, что и я. Я хочу, чтобы они знали правду. Я хочу, чтобы они знали то, что действительно есть. Но мы, конечно, тоже брали информацию из открытых источников. Я думаю, что если вдруг мы в чём-то ошиблись, вдруг в книге, то либо его агент, либо как-то на нас выдают и скажут, что, знаете, мы можем переработать издание, мы готовы к сотрудничеству. Потому что на самом деле я считаю, что такой проект просто необходим людям. Они хотят знать о нём, но не имеют данных. Ну что ж, продолжим. Это первая встреча. Это вот первая встреча. Я решила, ну я тогда поеду. А поскольку у меня был менеджер, который в группе Киану Ривз Ньюс делал посты под моим контролем, то есть всё должно было быть чётко, да. Я дала также задание. Если вдруг ты встретишь информацию, что Киану Ривз будет встречаться с людьми публично, то просто дай мне об этом знать. Прошло буквально, может быть, месяц-два. Мне пишет менеджер, говорит, Евгения, Киану Ривз в конце февраля в Лос-Анджелесе, ЛАКМА, ЛАКМА – это музей искусства в Лос-Анджелесе, проводит встречи по презентации книги «Shadows». Я себе сказала, а у меня была виза в Америку в тот момент, многократная. Я подумала, значит, едем. Но мне было очень страшно, очень страшно, потому что, знаете, я не труслива в том, что касается бизнеса, предпринимательства, всевозможных таких дел. Но когда касается какой-то чуть ли не мистики, да, и приблизиться к человеку, о котором толком ничего не знаешь, но как бы очень интересен, ну, я немножко, как бы реально я боялась, боялась. И вы знаете, я прям вот составила полное описание дня, как всё пройдёт. Это меня немножечко, ну, как бы стабилизировало. Что интересно, я недавно, может быть, месяц назад, нашла этот листик. Так. Один в один. Всё как запланировано. Всё как запланировано. Причём у меня была такая ситуация, что я приехала на эту встречу позже. Я понимала, что будет много людей. Я знала, что их будет много. Но вместо того, чтобы прийти в 8-9 утра, я себе сказала, ой, да нормально, да всё будет хорошо, да ну, всё окей, ну-ну-ну. И я пришла в итоге в районе, там, не знаю, за час до самого океана Ривза. И в итоге я попала в конец очереди из всего музея тысячи людей. И я в самом конце многотысячной толпы, понимаете. Ну, это реально. У меня не было шансов вообще, по сути, никаких видеть, там, его долго общаться. Ну, как-то мне так показалось. И я в какой-то момент такая думаю, ну и ладно. И просто, просто вот стояла. А, но до этого, до того, как сдаться, я последний клич, как говорится, да, последний свой шанс использовала. Когда я забирала книги у организатора, вот, самого мероприятия, я сказала, вы знаете, я так много летела, часов 20 мне тогда ушёл перелёт. Я говорю, знаете, я так долго летела. Я, ну, как бы я хотела вас попросить, если это возможно, хотя бы, ну, хотя бы книги у него подписать. Ну, потому что я понимала свою ответственность перед людьми. Ведь я в группе Canary News я сделала пост. Я сказала, ребята, я еду на встречу с вот нашим, как сказать, да, кумиром, грубо говоря. Поэтому мне хочется что-то и для вас сделать. И одну из книг я куплю для вас, я подпишу для нашей группы. Я знала, что я просто должна была, даже не ради себя, ради них. И вот опоздала, ну, как бы трусила настолько, да. И вот в какой-то момент, когда я вот этому организатору сказала, он мне говорит, ну, вы знаете, как бы, ну, если что-то получится, окей. Я подумала для себя, ну, значит, ничего не получится. И ушла просто в конец очереди, на жару стою. Эх, потом мой энтузиазм и мою природную, так сказать, веселость и так далее взяли вверх. И я начала общаться с другими ребятами, девочками, да. И мы стали о чем-то шутить, знакомиться. Вот, и все прошло хорошо. То есть я как бы стою. Потом я слышу крики. Вау, ура, там что-то, что-то. Я поняла, что это пришел Киан Рейс. Я подумала, ну, тогда хотя бы фотографию поближе. И я подхожу к стене, которая вот так вот задвигается, задвигается, отодвигается. И вижу, что она пододвигается ко мне. Я пытаюсь сфотографировать его просто сверху. В этот момент человек, который закрывает эту дверь, этот организатор мне говорит, Евгений, он не знал моего имени, говорит, да вы где ходите, я вас жду. Заводит меня в зал и сажает прямо перед Киану Ривзом. У меня, я просто, блядь, дышать перестала. Я самый близкий из всех людей, которые сидели, была вот, я перед ним сидела. И, понимаете, просто не знала вообще, что мне делать, как мне реагировать. А он смотрит, а я на него, а глаза расширенные, вот испуганные. И в этот момент на океану Ривза падает свет, а там свет сверху. И когда свет падал, он так ему лицо подсветил, что у меня из прошлого прилетела картинка. А там свет очень специфичный. Он не тёплый, а холодный. Такой белый свет. И он очень своеобразно. В общем, как получилось. Мне было 12 лет. Я ехала с тренировки. Ходила тогда в бассейн на плавание. Я стою, обычный такой летний день, тепло, хорошо. Я стою в автобусе, маленькая девочка, еду домой. Вдруг мой взгляд падает на парня. И вижу, что он смотрит на меня. Но это очень необычный парень. Он альбинос. То есть у него белые ресницы, белые брови, белые волосы. И он на меня смотрит и улыбается. И вдруг начинает ко мне идти. А знаете, честно говоря, я испугалась. Я была ребёнком. Я вообще не знала, что такое бывает. И он на меня идёт. Понимаете? А я маленькая девочка. Я отодвигаюсь от него. И я пытаюсь как-то... А он идёт ко мне ещё быстрее. И я просто... Я убежала. Остановка хороша была. Я была так напугана. Я просто выскочила оттуда и побежала домой. А тут Киану сидит, и ему этот цвет падает. У него лицо как будто того же парня. Я в этот момент ещё сильнее напугалась. А убежать никуда не убежишь. Всё, я уже села. В общем, Тамара, это был просто... Но я усидела на месте. Я не сбежала. Ну, в продолжение, что было дальше. Значит, какое-то время шла презентация книги. Значит, Киану что-то говорил. Что-то у строителей, что-то другой, соавтор его книги. Они что-то говорили. Я снимала какое-то время. Вот. Я практически не дышала. Примерно час. Наверное, был рекорд, был поставлен по недышанию. Вот. И в конечном итоге, в какой-то момент, всё начало перестраиваться. И мы все встали, собрали мы стулья. И была такая как ограждение. Нужно было пройти и подписать книгу. Я поняла, что... Я сейчас буду разговаривать с Киану Ривзом. Нет, ну знаете, я как бы сидеть перед ним. Я ещё как бы выдержу. Но ещё разговаривать, это выше моих сил. Просто никак не смогу я этого сделать. Я вообще говорю на английском языке. Сама весьма неплохо. На мой взгляд. Не скромно, но факт. Потому что я училась в Англии много раз. Жила в Швейцарии с 2004 по 2007. Где также тот же английский, ну плюс французский. И начала на французском говорить. То есть языки я люблю очень. Очень. Чуть-чуть немецкий я изучала. То есть я люблю языки. Сейчас изучаю испанский для себя. И... А, училась в университете Лондона. И вот в какой-то момент... Я забываю, что... Я понимаю, что я забыла все английские слова. Я забыла вообще всё. Я вот так вот стою и думаю, о боже. Надо было в конец очереди всё-таки так и стоять. Хоть так не страшно мне было бы. Но я понимаю, что я не могу сбежать. Я людям обещала. Они меня попросили. Кстати, меня попросили в группе. Я им сказала, ребята, что мне ему сказать? А как вы вообще... Вот что от вас передать? Они сказали мне так. Скажи Киану Ривзу, что... Не важно, как он изменится внешне, к примеру. Может быть, седина какая-нибудь там будет. Или ещё... Не важно, как вообще, что. Мы всегда будем его любить. Эти слова настолько меня тронули. Я на этих словах просто... Я потому что я просто обязана ради этих людей сделать. Которые не смогли бы поехать по какой-то причине. Может быть, визы нет, да, например. Например, я себе сказала, я смогу на трясущихся ногах, не дыша. Я начала продвигаться. И главное, девочки... Я им там... Вот мы стоим, пока все ждём. По одному все подходят, подписывают книгу по очереди у соавторов. И Киану сидел чуть дальше. Он сидел последним. Бозже него стоял security. И там уже выход. И я пока стояла в толпе. Я сказала девчонкам. А как бы... Как будет нравиться? We are fond of you. Or we like you. Я забыла всё. Я стою и просто не знаю вообще. Они такие... We like. Ну, там что-то мне помогают. Да, американки в основном там были. Я такая, хорошо, хорошо. Говорят, это я, я, я забыла. Они видят, что я в таком состоянии, что еле дышу. Они говорят, всё, теперь ты идёшь. Я такая, ну, идите. Нет, они меня вытолкнули. Иди к Джейну, потому что... Почему Джейн? Потому что Евгения... Это крайне сложно произнести на английском. Да, да. Именно сложно произнести. И когда я училась в Англии, примерно году в 98-м, когда я в очередной раз поехала, место, где я жила, я тогда была студенткой, то есть я училась в школе и жила в семье, как это обычно в Англии, да, и вот, возможно, в Америке тоже. Значит, девушка, которая была главой... Ну, семья, в которой мы жили, она говорит, знаешь, я, говорит, не могу произнести твоё имя. Я говорю, я вас понимаю. Она говорит, давай придумаем что-то короче. Как, говорит, тебя коротко зовут? Я говорю, Женя. Дома, Женя. Да, у нас есть такое сокращение, сокращение от имени Евгения, либо Евгений. Она говорит, так, 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 Дженни. Я говорю, о, такая классно. А потом выясняется, Дженни, эта девушка из соседней комнаты, мексиканка, и всё, имя занято, извините. Я такая, и она говорит, Джейн. Я такая, о, да хорошо, Джейн. Ну, то есть, я к этому имени привыкаю. Каждый раз, когда я за рубежом, я даже не говорю людям своё имя, Евгений. Я говорю, Джейн. Я знала, что я не могу Киану Ривзу сказать, Евгений, я, может быть, он бы сказал, что? Ну, и всё, минута, отведённая на общение с человеком, ради которого приезжаешь, закончилась, извините. Вот, в итоге, в итоге, я подошла со своей короткой речью. Речь была такая. Hi, Mr. Reeves. My name is Jane. О, боже мой, я даже не помню, что я потом сказала. Потому что я как будто сейчас там, у меня горят щёки. Я, ну, это было очень трогательно. Это было душераздирающе трогательно, потому что я думала, я сбегу прямо там. Но я подошла вот так. Он сидит за столом, смотрит. Я на него смотрю. Такая, hi. Он такой, hi. А я ещё думаю, hi сказать или hello. Такая, hi. Он такой, hi. My name is Jane. Jane? Ну, типа, как бы, знаете, вы вообще-то по-русски выглядите очень. Вдруг вы Jane, да, там, допустим. Хотя я являюсь смесью азиатских и европейских кровей капельки североамериканской, капельки южноамериканской. То есть, как бы, я просто сделала ДНК-анализ подробный. Ничего себе. Да. И я точно знаю, сколько чего. Чуть-чуть в Сибири. В общем, микс совершенно очень такой необычный получился с точки зрения набора. Вот. Поэтому Jane, ну, как бы, он удивился. Ну, я сказала себе, хорошо. Удивился, ладно. Продолжаем. Я говорю, ой, Тамара, клянусь, я не помню, что я сказала дальше. Но я ему сказала те слова. Я сказала, вы знаете, я, как бы, ну, вот от группы людей, которая просила меня кое-что вам передать. Он такой, ну, типа, да. Я говорю, знаете, а, я вручила ему конверт. Я же заранее изучила более-менее его бизнес-часть, потому что я же предприниматель, мне это ближе. Я изучила, что у него есть компания по производству фильмов, так, продакшн-кампани, да. Я подумала, угу, так, продакшн. Ну, и написала бизнес-план, как вообще, вау, сделать что-то там еще супер лучше. Ну, то есть, просто по развитию. План по развитию, да. Я люблю развивать что-нибудь. И я просто в этом конверте положила этот план и сверху напечатала письмо, что, господин Ривз, я бы хотела с вами вот увидеться. Я хотела ему просто чуть больше пообщаться, рассказать о том, что что-то там произошло на фильме, а может быть, а как вообще у него с необычными явлениями, может быть, интервью взять у него для какой-нибудь журнал. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Просто вот пообщаться, пользуясь тем, что, ну, вот вдруг будет у него 15 минут. И вы знаете, я ему передала конверт, а в тот момент, когда я давала ему конверт, я смотрела на секьюрити, потому что я не знала, а можно ли дать Киану Ривзу конверт вообще, или даже хотя бы визитку, потому что там же секьюрити, безопасность, ну, я не знаю, он с пистолетом такой. Грозный? Да. Я пытаюсь дать эту визитку, ой, это конверт, пытаюсь дать. Конверт был разработан специально. На этой фотографии сидит Киану Ривз, держит вот так руку. И всё это на мотоцикле, и внизу дракон. Интересно. Потому что Киану Ривз дракон по году китайский календарь, а дракон – это символ моей компании. Причём намного раньше, чем я вот с Киану Ривзу, так скажем. И поэтому я немножко удивилась и думаю, как-то интересно, дракон. И для меня это… Ну, прямо вот символ моей компании, дракон. Ну, как так? Совпадение. В общем, конверт дошёл? Конверт я даю. Но смотрю на секьюрити. Я всё ещё напугана. Я час была просто вообще в шоке. Я даю этот конверт. Смотрю на секьюрити. И в этот момент он смотрит на меня. И я начинаю конверт убирать. А Киану Ривз уже протянул руку и взял этот конверт. И получилось, что мне его забрал. Я такая стою, фух. Так, кажется, пронесло. Так, дальше. Что я должна сказать слова? Я подхожу дальше, говорю. Мистер Ривз, вот, вы знаете, я от группы людей, которая хотела… Это всё на английском говорю, вспоминая слова. Говорю, что они просили меня, чтобы я вам передала слова, что независимо от того, какие вот изменения у вас. И начинаю подробно объяснять. Например, вы посидели. А я вижу, он начинает смурнеть. Типа, что я несу вообще, да? Я такая увидела, и говорю, it doesn't matter what. То есть, неважно, какие изменения там вообще. Они вас будут всегда любить и уважать. They will always love you and adore. И он просветлел и посмотрел на меня, потому что он сидел, а я стоял. И он улыбнулся, он такой раскрылся как будто. И я успокоилась в этот момент. Я поняла, что я просто сделала приятно тому человеку, который много раз приятно делал нам и этой группе людей, нашей группе на Фейсбуке. Да, я понимаю. Да. Евгения, вот на самом деле время очень быстро летит, и наше интервью подходит к концу. Если бы сейчас была возможность передать что-то Киану Ривзу, что бы вы ему сказали? Я долго рассказывала о первой встрече, но вот если говорить о второй, то это была встреча в Арклайт Синема. Это огромный кинотеатр на примерно 2000 мест. Отдельный такой купол в Лос-Анджелесе. Я попала туда в июле, и мне из пяти или шести человек попал микрофон в руки. Это было после фильма «Неон Димон». Но там я сказала господину Ривзу, что то, что вот сняли, спасибо, что вот то, что сняли, это был триллер, такой артхаусный триллер, что то, что сняли, было, ну, как бы красиво, но слава богу, что вот как бы красиво сняли. Ну, то есть я дала понять, что вообще на самом деле в мире так и происходит, к сожалению, и что он может что-то с этим сделать. И я не критикую или не хочу обидеть. Нет, я просто хочу, чтобы мир становился лучше, и Киану Ри сможет это сделать. Ну, это не требование или там даже просьба. Я просто сейчас, если бы его увидела, да, вот я бы ему сказала, что на самом деле то, что мы написали книгу, и то, что я писала этот бизнес-план, и то, что я летала, и то, что мы потом перевели на семь языков его книгу «Shadows», и то, что мы сейчас пишем эту книгу, и делаем иллюстрации, пишем картины, стихи, всё-всё-всё, это просто наш знак благодарности. Мы ничего от него не ждём обратно. Пусть он будет просто счастлив, здоров, всё у него будет замечательно. Лично для меня, для соавтора, ну, мой соавтор попросила, она сказала, что, может быть, однажды я и Киану Ривз, мы приедем в Санкт-Петербург сюда, к ней, и она просто покажет нам ещё больше этого города, какие-то его особенные места, которые знают только его местные жители, не туристические. Я уверена, что это будет абсолютно волшебно. Я с удовольствием буду тем человеком, который всё это организует. Я хочу, чтобы у Киану Ривза было больше, знаете, каких-то минут отдыха. Я вижу, как много он работает. Может быть, он в этом не нуждается, я не знаю. Но если бы была возможность, он бы сказал, Евгения, вот ты столько для меня сделала, ты ничего не просишь. Ну вот если бы ты могла меня попросить о чём-нибудь, что бы это было? Я бы, например, попросила у Киана Ривза, а давайте поедем в кругосветное путешествие, давайте будем с вами просто исследовать этот мир, наслаждаться его красотами, не знаю, прыгать там с тарзанки, ещё что-то, не знаю, всё что угодно. Это, может быть, какие-то подводные пещеры на Филиппинах, или, может быть, там какие-то бурные реки где-нибудь в каких-то горах. А ещё я иногда вижу такую дорогу, большую прямую дорогу, а здесь лес. И это французский Прованс. И Киан Ривз сидит на мотоцикле, на его мотоцикле, у него есть компания по производству мотоциклов, Arch Motorcycle Company. Он сидит, а сзади я, и я вот так раздвигаю руки, и мы просто едем вперёд по этой дороге, больше нет на ней никого. Мы просто едем в никуда. Вот, пожалуй, такие есть идеи, такие есть картинки. Я желаю ему просто счастья. И наша книга принесёт, я уверена, а, кстати, я забыла сказать, мы с автором решили, что 10% от продаж мы отдадим туда, куда Киан Ривз решит в плане благотворительности. То есть мы хотим пойти дальше и быть более полезны для него, потому что он занимается благотворительностью. Но куда он скажет нам направить эти деньги? Вот мне бы очень хотелось тоже от него услышать. Мы это сделаем. Я вообще восхищаюсь масштабом вашей идейности. Спасибо. Вообще, да, это просто верх вдохновения. И я хочу пожелать вашему проекту успеха, чтобы книга действительно очень быстро увидела свет. С нетерпением жду её прочитать. Ну и следующие части тоже. Спасибо большое за интервью. Спасибо огромное. На русском, на английском мы планируем. Значит, четыре части будут. И на русском, и на английском языках, соответственно, ну, можем сделать их на любых языках. Если читатели скажут, на каких они хотят в языках сделать эту книгу, мы обязательно прислушаемся и постараемся в этом плане помочь. Здорово. Удачи. Спасибо огромное. Я также желаю успехов вашему проекту и всегда очень интересных, классных гостей, коих уже было здесь очень много. Поэтому всё впереди у нас, да. Спасибо. 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 Спасибо.